Что такое тайминги? Кто такие немцефилы и как это стрелять ломами? В этом видео я дам ответы на подобный вопрос, потому что мы с вами будем разбирать локальные и специфические слова и выражения игры War Thunder. А начнем с чего-то совсем простого, например слово Тундра. И нетрудно догадаться, что под этим словом скрывается название самой игры War Thunder. Тундрой или Тундрочкой игроки частенько называют на свой лад данный проект. Его таки выговорить быстрее, Тундра против War Thunder, да и славянскому человеку такое слово куда привычнее. Деф. Это слово подразумевает тестовый сервер игры, на котором разработчики, а также и мы с вами перед выходом обновления, тестируем новую технику и нововведение Тундры. Деф он как предвестник следующего обновления. Чумазы. Так могут называть игроков предпочитающих именно танковые бои. Почему? Да все просто. В реальности экипаж танка после долгих маневров или же боя обычно находится под толстым слоем грязи, масла и мазуты. Отсюда и пошла такая мода называть танкистов чумазами, даже в игре War Thunder. Бобер. Бобер в War Thunder это не водоплавающий зверек, устраивающий наводнения своими плотинами. Это огромный самолет-бомбардировщик. Сложно найти реальную причину такого названия, но это весьма популярное подзначение данного класса в игре. А от слова Бобер пошли и другие слова, которые заменили более привычные из Реала. Например, в Тундре могут сказать не бомбить, а бобрить. А тот, кто летает исключительно на бомбардировщиках, именуется Боброводом. Есть у бомбардировщиков и другая кличка. Коричневый класс. И вы правильно поняли, с негативным подтекстом. Когда-то давно, когда даже танков не было, бомбардировщики были куда злее, чем сейчас и считались анскильным классом. Так как даже отойдя по печейку, твой самолет за счет турелек мог сбивать по 2-3 самолета без твоего малейшего вмешательства. Но время идет, а бомбардировщики уже не такие, как раньше. И эта обидная кличка стала заслуженно забываться. Ну и давайте добьем уже эту тему бомбардировщиков слово Петрович. Турельки и мужичков на пулеметах и автопушках наши игроки прозвали Петровичами. В игре даже наклейка в честь этого мема есть. Идем дальше. Немцы-филы, савкофилы, британофилы и прочие филы. Так называют игроков, которые предпочитают, обожают или же помешаны на какой-то конкретной игровой нации War Thunder. Если игрок идейно качает только немцев, то он немцы-фил, а тот, кто аналогично предпочитает исключительно советов, то он савкофил, ну и так далее по этой логике. Забавный факт, то что между всевозможными War Thunder нации-филами открытая вражда и постоянные неугасающие споры. Какая нация лучше, за какую играют больше скилловые игроки и кому разработчики должны вести более крутую очередную имбу. Штурмовка. Это атака наземных сил авиации с небольшой высоты. Штурмовкой могут заниматься как специальный класс штурмовики, так и истребители и даже фронтовые бомбардировщики. А делится она на штурмовку курсовым вооружением, это когда по наземке ведут огонь исключительно пушками или пулеметами. На штурмовку ракетами и штурмовку бомбами. А еще штурмовка это крайне ненавистное слово среди танкистов. Думаю вы понимаете почему. Универсал. Это игрок, который умеет играть как на танке, так и на самолете. А значит он универсален и максимально эффективен в бою. Кстати советую вам стать именно универсалами, а не чисто пилотами или чисто танкистами в War Thunder. Обиженка. Так называют игрока, который после того, как его кто-то уничтожил на наземной технике, сразу же берет самолет и летит атаковать не самую удобную для штурмовки цель или же приоритетную для победы, а старается отомстить за свое поражение на земле. Слово носит скорее негативный характер, а такие игроки хейтятся. Но согласитесь, наверное каждый, ну как минимум думал о том, чтобы реснуться и сразу же полететь мстить. Длина. Это слово обозначает некую открытую местность между двумя респаунами или же домашними точками. Причем довольно часто именно длина становится основным местом первоначального разъезда танков. Вертикаль. Это пересекающая длину открытая местность, которая обычно идет параллельно двум респауну. Практически всегда вертикаль это часть города, а точнее перекресток дорог. Прострел. Это слово носит несколько значений. Например, прострелом может считаться открытая местность, с которой можно беспрепятственно вести огонь по противнику. Например, это длина, поле, позиции, с которой удобно расстреливать танки или же вертикаль. Второе значение слова прострел это некая возможность сделать выстрел. Например, окошко в разрушенном доме, щель между зданиями или же простреливаемая стенка. Все это именует с прострелами. Ну и третье значение, которое используется чисто в авиации, в основном в дуэлях. Прострелом там кличут момент, когда курсовое вооружение выходит на курс вектора движения вражеского самолета. То есть момент, когда ты можешь попасть или же стрелять по противнику. КД. Всего две буквы, а вот значений несколько. КД может означать перезарядку. Часто в бою некоторые слова сокращают или же меняют на более удобные. И КД отличный тому пример. Чтобы донести союзнику максимально быструю информацию о том, что враг отстрелился, слово перезарядка заменили на КД. Ну а позже это сочетание букв уже пошло в народ и используется даже вне виртуального боя. Второе значение КД. Это соотношение убийств к смертям. Которое частично показывает эффективность игрока или же техники. Чаще всего оно используется разработчиками или статистами. Казна. Она же казенная часть орудия. Это модуль танка, который отвечает за стрельбу. Тут тоже пример сокращения длинного слова на более короткое и простое, как казенка. А все это для более быстрой передачи информации союзникам во время боя. Хобот или хоботок. Шутливое название пушки, а если точнее, то ствола орудия. Слово появилось для внесения в тундру немного юмора. Че хобот выставил и смотришь? Звучит вроде как забавно. Ведро. Ведром в шутку называют огромной комбашней, по которым может пройти урон от снаряда. Например, это комбашня на тигре или пантере. Камор, кумыс и лом. Альтернативное народное обозначение снарядов. Камор, он же каморник. Слово сократили, чтобы быстрее и легче его выговаривать. Кумыс это кумулятив. Шуточное название и как мне кажется не более того. А вот лом, он же БПС или БОПС, так же в принципе как и кумыс несет шуточный подтекст. Но внешне он еще и очень похож на какой-то пруд железный или же на тот самый лом. Одночлен и двучлен. Детская аудитория, наверное, просто ухахатывается с этих названий. Но в War Thunder это довольно популярные слова, обозначающие состояние экипажа. А точнее, сколько танкистов находится внутри конкретного танка. Такая информация весьма полезна, ведь экипаж влияет на скорость перезарядки. А когда в аркаде танк находится на одном члене экипажа, так он вообще до пересадки практически не боеспособен. Тайминг. В игре War Thunder чаще всего под этим словом подразумевает примерное время проезда танка до какой-то дефолтной, то есть стандартной позиции. Например, едучи с нижнего респа, на карте Моздок враг начнет захватывать свою домашнюю точку, примерно как ты начнешь забираться на центральный холм. Вот это по сути и есть хороший пример тайминга. Ультра-лох. Так у нас называют самые низкие настройки графики. Ну а так как они дают преимущество в обнаружении целей, то и название естественно наполнено хейтом. Крыса. Он же Кемпер. Максимально пассивный игрок, который прячется в кустах, за холмом или на своей респе и высовывается только ради фрага. А потом быстренько обратно прячется и продолжает стоять на своем месте. В основном такой типаж игроков хейтится в СНГ комьюнити игры, так как в основном он бесполезен, а его стиль игры токсичен. Горный козел. Это разновидность Кемпера, который залазит на гору, обычно рядом со своей респой и время от времени оттуда вылазит и настреливает. Тактика дедов. Это всевозможное проявление Кемперства в тундре. Появилось это словосочетание в результате попыток Кемперов оправдать свои действия, ссылаясь на тактику танкистов на реальной войне. В основном словосочетание используется как издевка, так как засадные тактики на любом классе техники, а не на специальном, когда нужно захватывать точки в центре, обычно приводят к поражению и не являются эффективными в игре War Thunder. Вулчер. Еще одно слово с негативным подтекстом. Вулчерами называют пилотов, которые кемпят вражеский респаун, то есть занимают высоту над аэродромом или же местом, откуда появятся вражеские самолеты и потом в спину бумзумят. Чаще всего таких игроков можно встретить в аркаде или в безмаркерных авиационных режимах. Инвул. Или неуязвимость. Это возможность быть неосязаемым для вражеского урона кое-какое-то время после респауна. Инвиз. А вот это слово обозначает ситуацию, когда в аркаде нет подсвета на танк. Он вас видит, он где-то перед вами, но маркера на нем нет. Это частая ситуация для обладателей стоковых экипажей, но не редкости на технике в топе. А иногда инвиз встречается и в безмаркерных режимах, так как в игре реализована заметность техники, и какой-то легкий танк с дистанции может попросту быть в прямом смысле для вас невидимым. Песок. Песком обычно называют ранние ранги, куда попадают все новички. Ну знаете, аналогия с песочницей. Бои на резервах или около того, это как раз вот песок Вартандера. Педобир. Это опытный игрок, который пришел понагибать новичков в песочке на каком-то имбовом танке или сетапе. В основном такой типаж игроков порицается в комьюнити Вартандер, так как мешает новичкам и даже пытается таким вот способом самоутвердиться в игре. Но нередки случаи, когда игрок остается в песке навсегда, так как ему просто нравятся танки или же самолеты той эпохи. Леха, рандомщик или ЦА. Этими словами обычно называют самого простого, рядового и массового игрока Вартандер, который не сильно вникает в игру и имеет средний или ниже среднего скилл. Подпивкович. Тоже массовый игрок, его особенность в том, что он пришел в тундру получать удовольствие, никак не напрягаясь. Обычно имеет скилл ниже среднего, часто старше 30 лет. И нередко во время игры может употреблять алкоголь или даже находиться в неком опьянении, отчего и такое вот название. Статист. Редкий тип игрока Вартандер. Отличаются такие игроки от остальных тем, что их цель не просто покатать на танке или прокачать ветку, а сделать хорошую статистику на аккаунте или на отдельно взятой машине. Не каждый статист хорошо играет, но почти всегда хороший игрок является статистом. Имбовод. Это игрок, катающийся исключительно на имбовой технике. Если в топе по боям у игрока стоит КВ-1Б, Т-20, ПТ-Пума и немецкая Т-34, то скорее всего перед вами имбовод. Среди имбоводов нередко можно встретить и статистов, так как статку легче набивать именно на имбах. Но в целом среди таких имбоводов встречаются как лускил им, так и даже топовые игроки. В основном предпочитающие имбы игроки порицаются в комьюнити Вартандера. Стадо. Так называют скопление игроков, которое не разъезжается по карте грамотно, занимая ее. А толпой едут в одно место или же на точку, в результате чего сольются от кругового обстрела от тех, кто по карте все же разъехался. И последнее на сегодня слово это немцы Скотт. Довольно новое выражение в Вартандере и появилось оно в результате упадка скилла среди немецких танковых команд от боевого рейтинга 5.3 до 7.7 включительно. В этом диапазоне немцы стали часто проигрывать. А все из-за слабой активности и попыток играть от дистанции, не отъезжая от своего респауна. Ну что ребят, надеюсь видео вам понравилось и оказалось для вас полезным и интересным. Не забывайте поддерживать меня лайками, подписками, а если у вас есть какие-то непонятные для вас слова, связанные с тундрой, то можете написать их в комментарии. Может быть мы их как-то соберем, расшифруем и сделаем вторую часть. Ну а с вами был ЧСВ, увидимся, всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok